Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, по моему голосу вы можете заметить, что я немного простудился. Да, действительно, это так, мне достаточно сложно говорить, мне достаточно сложно что-то делать. Даже за компьютером особо сильно не сижу. Вот, несмотря на всё это, ролики каждый день в 20.00 должны выходить, и они будут выходить каждый день в 20.00. Не знаю, правда, касательно самп-обзора, но выйдет ли он 18 декабря, потому что чисто физически сложно сидеть монтировать, но этот самп-обзор, он обязательно должен быть. Обязательно должен быть, потому что, ну, там будет много всего. Вследствие последних событий, связанных с моим каналом, когда мне кидали страйки, я читал гражданский кодекс. И много... Гражданский кодекс, там, уголовный кодекс касательно авторского права, я всё это читал, вот. И вообще, к чему всё это? Так как обзор уже озвучен, а, как бы, так сказать, голоса нормального у меня нет, чтобы туда вставить какие-то дополнения и так далее, потому что там, вроде как, было всё озвучено, когда у меня был нормальный голос, сейчас у меня вот такой вот хуёвый, сиплый, хриплый голос, мне сложно говорить, вот. Поэтому, как бы, сделаю данный видеоролик, чтобы ответить вообще на все вопросы, которые там есть. Вот, так сказать, дополнить немного обзор. Так вот, я почитывал, там, гражданский кодекс, уголовный кодекс касательно авторского права, потому что, когда мне кинули два страйка, и там постоянно, вот, люди говорили, что я что-то нарушил, что я нарушаю авторские права и так далее, мне захотелось вообще, ну, посмотреть вообще законодательство наше, может, я действительно что-то нарушаю. Во-первых, я нашёл статью 29 Конституции, где каждому гарантируется свобода, там, мысли, слова и так далее. Также человек может свободно создавать любой контент. И я наткнулся, самое главное, на статью Гражданского кодекса 1274, которая подразумевает то, что, в общем-то, ты можешь использовать контент другого автора с обязательной ссылкой на источники, но не указано то, как эта ссылка должна быть. Поэтому, как-то я там, я не знаю, укажу, в общем-то, в новом обзоре там все ссылки на источники, плюс-минус все, вот, и всё будет, ну, вот так вот нормально. Поэтому я читал все вот эти вот кодексы, со всем ознакомливался, всё вообще смотрел, всё делал, вот. И пришёл к такому выводу, что мои обзоры в полной такой, знаете ли, степени, они соответствуют рамкам закона. Единственное, за что там можно подтянуть, это, ну, наверное, оскорбление. Оскорбление, но, опять же, в случае с оскорблениями должно быть доказано, что это действительно были оскорбления, да, то есть у человека действительно был какой-то мотив оскорблять и так далее. Как это всё доказывается, я, опять же, не знаю. Вот, тем более срок давности за оскорбление 3 месяца, после 3 месяцев возбудить какое-то дело уже нельзя, не получится, и, ну, вот, как-то всё так вот это вот происходит. Вот, поэтому, как бы, давайте уже перейдём непосредственно к самой теме данного видеоролика, потому что, ну, я думаю, что это важно будет сказать. В обзоре этого не будет, просто это вот отдельный ролик, так сказать, дополнение некое к обзору, который выйдет. Обзор как раз-таки будет посвящён всем этим тем, но до конца раскрывать все карты я вам не буду. 18 декабря всё это увидите максимально. Вот, в чём же всё дело? Дело всё в том, что буквально там вчера или позавчера с Ампером начали кидать страйки. Начали кидать страйки от ВМГ, это Warner Music Russia или Warner Music Group, как-то это всё так называется. Это один из самых больших музыкальных лейблов в России, где состоит такой исполнитель, как Big Baby Tape. И, видимо, по заказу Big Baby Tape были заблокированы многие стримы людей, то есть ролики, в которых вроде как всё это находилось и заблокировано не было. Вот. Почему я думаю, что всё это было сделано по заказу именно Big Baby Tape? Всё дело в том, что лейблы просто так, ну, в принципе, нахуй ничего не блокируют. То есть, ну, сколько у нас лейблов, да, сколько там, я не знаю, на стримах люди слушают всю вот эту вот хуйню и как бы, ну, никого особо не блокируют. Поэтому, скорее всего, что Big Baby Tape сам попросил, чтобы, так сказать, кинули страйки, раскидали всем страйки. И дело в том, что в данном случае стоит уповать только на то, что музыкальный лейбл сам снимет всю вот эти вот, все вот эти вот страйки и всё прочее. И что бы тут сделали нормальные люди? Они бы, как, ну, разумеется, нормальные, адекватные люди связались бы с лейблом, нашли бы какие-нибудь контакты, сделали всё прочее, сказали бы, мол, так и так, стримы можем удалить, можем публично извиниться за то, что вот так всё произошло. Пожалуйста, снимите страйк, вы, как бы, у нас забираете нашу работу и всё прочее. Что же сделали дебилы конченые? Моё оценочное осуждение. Дебилы конченые сделали следующее. В своих инстаграмах, в своих группах ВКонтакте призвали писать под последней фоткой Big Baby Tape, у Егора его, по-моему, зовут, призвали писать, типа, сними страйки. И ютуберы в самом деле написали, сними страйки. Ну, ничего в этом такого нет, разумеется. Но вот подписчики этих самых ютуберов начали, блядь, прям вот активный кибербуллинг на этого человека. То есть начали ему там смерти желать, всё прочее делать. И, разумеется, после такого никто бы, блядь, не стал снимать вот все вот эти вот страйки. Ну, это пиздец, блядь. На человека просто, блядь, напали. Просто, блядь, пишут какие-то шкалеры ему сейчас постоянно, мол, уебан, хуесос, блядь, да там твою мать, там, и так далее. Сними страйки. Пиздец. То есть на это пиздец. Нет, вот нормальный человек, как бы в данном случае поступил, просто написал бы, пожалуйста, там, вот, мол, так и так. Ничего, как бы, заработать с этого мы особо не хотели, ничего с этого сделать не хотели. Пожалуйста, сними страйки. Да, можем извиниться публично, там, я не знаю, всем самм ютубом, чтобы всё было нормально. Есть электронный адрес Warner Brothers, блядь, Russia, или как Warner Music Russia, куда можно написать, куда можно со всем этим обратиться. И страйк тебе, ну, вполне возможно, что снимут. Дело в том, что в данном случае, если подавать ответную апелляцию или что-то наподобие того, то всё дело в том, что, ну, знаете ли, это невозможно оспорить. Понимаете, в чём дело? Как работает статья 1274 ГК РФ? Переработка смысла или, там, допустим, пересказ какой-то и так далее, это всё можно оспорить, безусловно. И в суде с этим можно поучаствовать, и всё можно сделать, поэтому, как бы, ну, всё это вот так вот происходит. То есть, как, вот, допустим, всё это работает? Человек, допустим, берёт какой-то трек Big Baby Tape и разбирает его. Вот просто вот прям буквально разбирает его. Там слова, панчи, рифмы, смысл, и вставляет какие-то отрывки из этого самого трека. Это добросовестное использование, ну, плюс-минус там, да, за это в суде можно было бы порубиться. То есть, законный пересказ, да, вот, то есть, гарантируемая статьё, то есть, 1274. В данном же случае просто чуваки включают у себя на стриме, где-то там на фоне, вот эти вот все композиции бывают, отходят куда-то, композиция сама по себе играет. То есть, это пиздец, это грубейшее нарушение авторских прав, это копирование, это незаконное, так сказать, то есть, это отнятие денег именно у стриминговых сервисов и у всего прочего. То есть, ничего более тут нету. Люди слушают на стриме, всё, они больше не хотят. Они не хотят заплатить деньги каким-нибудь стриминговым сервисам, которые всё это делают. Они не хотят где-нибудь в Google Play Маркете купить этот трек. То есть, всё, они не хотят. Они услышали на стриме, разумеется, это, так сказать, утрата полученной выгоды, или как-то так всё это называется, из-за этого вполне возможно засудить абсолютно любого GTA-самп-ютубера. Если вот так вот на юридическом языке говорить, разумеется, Warner Brothers Russia, ой, блядь, Warner Music Russia, ничего подобного делать не будет. Потому что, ну, как бы, самперов дохуя, свободного времени у них нихуя, тратить деньги на иски, на всё прочее, в пизду это всё. Просто кинули страйки и всё. Ну, то есть, заблокировали ролики неугодные, это нормально, вполне нормально. А в случае, если бы люди подали, допустим, апелляции, сделали всё прочее, если бы YouTube их одобрил, передал все их данные правообладателям, и если бы на них подали в суд, а, скорее всего, в суд на них бы, ну, плюс-минус подали, не знаю, то суд бы они, разумеется, проебали. Потому что никакого пересказа, никакого изменения смысла трека, то есть ничего такого нет. Допустим, пародию на вот этот вот трек забанить не могут, потому что это пародия, и это разрешено. Той же самой статьёй 1274 ГК РФ. То есть пародия тут вполне подходит под добросовестное использование. Но если ты просто включаешь трек, то это пиздец. Если ты на стриме, допустим, смотришь какой-то видеоролик, просто без комментариев, просто тупо его смотришь больше, там, я не знаю, сколько, допустим, я не знаю, ролик идёт 10 минут, ты смотришь 5 минут, твоих комментариев, там, я не знаю, секунд 30. Ещё 5 минут, всё, ролик закончился, а твоих комментариев опять на секунд 20. То есть это превышение объёмов цитирования уже, или что-то наподобие того. Поэтому, ну, как бы, всё это сложно, всё это юридическое, вот эта вот вся хуйня. Я чисто с обывательской точки зрения во всём этом разобрался, вот как лично я вижу все эти штуки. То есть это всё моё оценочное осуждение касательно всех вот этих вот статей и всего прочего. Все они написаны достаточно размыто, какие все статьи в нашей стране, поэтому, ну, я даже не знаю, что можно такое ещё сделать. Извиняюсь, опять же, за свой голос, немного приболел, но ролики каждый день в 20.00 должны выходить. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Rollieplay Phoenix, а также всё остальное находится в описании под данным видеороликом. А, ну и ещё. А если вы слушаете на стриме Big Baby Tape, потом удаляете стримы. Я вообще не знаю, какие дебилы могут хранить у себя стримы, блядь. Ну, это ж пиздец. Вас просто за стримы за эти забанят, и ты нихуя, блядь, и всё. И вы умрёте, блядь. Всё, ладно, в общем-то. А всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Там, я не знаю, подписывайтесь, ставьте лайки, ещё какую-нибудь хуйню, вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok